МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной визит – новые планы сотрудничества. 19 декабря китайская делегация из провинции Хубей посетила наш город. 16 декабря прошла первая отчетно-выбранная конференция Барановичского городского объединения профсоюзов. Кегель-ринки и мобильная робототехника – название, которое для многих взрослых – новинку, а дети от семьи и старше знают, о чем речь. В Бресте прошли областные соревнования «Робофест». Создадим рождественскую сказку вместе. На Барановичском овощном комбинате дам старт республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество». Здравствуйте, уважаемые телезрители. На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». Очередной визит – новые планы сотрудничества. 19 декабря китайская делегация из провинции Хубей посетила наш город. Встреча иностранных специалистов с мэром Юрием Громаковским и руководителями местных предприятий и организаций состоялась в городском исполнительном комитете. Посещение нашего города высокими гостями из Поднебесной в последнее время стало положительной закономерностью. 19 декабря китайская делегация из провинции Хубей вновь посетила Барановичи. О перспективах двустороннего сотрудничества говорили на встрече председателя горисполкома и иностранных специалистов. В составе группы – чиновники, представители корпораций в химической и металлургической отраслях деловых кругов. В свою очередь на переговоры с потенциальными китайскими партнерами прибыли и руководители многих местных предприятий и организаций – Туркмаш, Бархим, Белтелеком, бизнес-инкубатора, санатория Чабарок. Этот визит – новый качественный этап в отношениях между нашим городом и КНР, который позволит реализовать полномасштабные инвестпроекты. Так, зарубежные специалисты заинтересованы в создании совместных промышленных объектов. В центре внимания – машиностроение, химическая промышленность, информационные технологии. Мэр города Юрий Громаковский подчеркнул, что заинтересован в развитии партнерских отношений и готов рассмотреть любые предложения о создании современных конкурентоспособных производств. По завершению встречи в городском исполнительном комитете хозяева пригласили восточных гостей посетить Бархим и Деприз. Информационная группа во главе с первым заместителем председателя горосполкома Натальей Федоровой встретилась с коллективом Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Для обсуждения было предложено сразу несколько тем. Главное – здравоохранение. Информационная группа под руководством первого заместителя председателя горосполкома Натальи Федоровой встретилась с трудовым коллективом Барановичского отделения Белорусской железной дороги. В цели встречи отметить достижения по итогам года, ознакомить с дальнейшими перспективами, а также помочь гражданам в решении волнующих проблем. Кроме того, разговор шел о повышении качества и доступности услуг здравоохранения в нашем городе. С докладом по этому вопросу выступил Анатолий Спирида, заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники. Тема актуальна и проблемная, поэтому и вопросов к Анатолию Викторовичу было немало. Работники предприятия говорили о том, как порой непросто попасть на прием к врачу. Людей возмущает то, что они приходят сегодня в поликлинику и говорят, дайте мне на завтра талон куриста. А им говорят, сегодня талонов нет, приходите завтра в утро. Талоны завтра в утро. Почему такая ситуация? 40% талонов задается предварительно. Но предварительно как? На месяц вперед. То есть, если, допустим, участковый врач-терапевт за смену должен принять, пускай 18 человек. Значит, 8 талонов выдается предварительно, то есть кто-то взял. 8 талонов выдается в день обращения. И 2 талона выдается ему на повторный прием, то есть для тех, кто на больничном. Во время выступления Анатолий Викторович напомнил о возможности записи на прием к врачу через интернет. Способ простой и доступный. Для того, чтобы записаться на прием, необходимо зайти на сайт Барановичской центральной поликлиники. Далее выбрать вкладку «Заказать талон онлайн» и следовать пошаговой инструкции. Кроме того, сегодня в Барановичах доступна выписка электронных рецептов. Теперь можно получить лекарства, не посещая медиков лишний раз. Электронные рецепты – это пластиковая карточка, которая содержит в себе идентификационные данные пациента, а также информацию о выписанных препаратах. Если говорить о значительных переменах, которые наступят в новом 2020 году, то это полная замена терапевтов врачами общей практики. Этот процесс будет проходить постепенно. К сведению, многие специалисты уже прошли переподготовку и владеют навыками врача – офтальмолога, невролога, хирурга, кардиолога. Кроме того, на встрече затронули серьезную для всей республики тему миграции белорусских врачей. Сейчас, согласно официальной статистике, нашу страну покидают около 200 медиков в год. В Беларуси будут принимать меры, чтобы не допустить больших оттоков врачей. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы. В конце диалога присутствующие могли задать свои вопросы информационной группе и получить ответы. 16 декабря прошла первая отчетно выбранная конференция Барановичского городского объединения профсоюзов. На заседании подвели итоги пятилетней работы и определили основное направление деятельности на перспективу. Итоги пятилетней работы Барановичского городского объединения профсоюзов подвела его первая отчетно выбранная конференция. В ее работе приняли участие председатель Брестского областного объединения Александр Мурашкин, представитель горисполкома, а также председатели отраслевых профсоюзов, делегаты от первичных организаций. Федерация профсоюзов Беларуси сегодня является одной из самых мощных и влиятельных общественных организаций республики. Около 96% экономически способного населения страны являются членами профсоюзов. Так, в области за год создана порядка 195 первичек. Главная задача городского объединения профсоюзов – скоординировать работу первичного звена, сплотить активные места. Городское объединение профсоюзов сегодня – это 270 первичных профсоюзных организаций, 3 городских организаций от профсоюзных, 4 объединенные профсоюзные организации. На территории города действуют 15 отраслевых профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. Общая численность членов профсоюза составляет 53 319 человек. Охват профсоюзным членством составляет 74% от общего количества работающих. В ходе конференции Елена Соловей подробно остановилась на конкретных делах. Создание профсоюзных первичек в организациях различных форм собственности, контроле за соблюдением законодательства о труде, оказание юрпомощи членам профсоюзов. Важная составляющая имиджа профсоюзной организации – рассмотрение обращений и прием граждан, акцентировала председатель городского объединения. Тематика обращений всегда разнообразна. Это вопросы, связанные с оплатой труда, контрактной формой найма, трудоустройством, предоставлением отпусков, выплатой пособий и другие. В городе Баранович выстроена система социального партнерства. Три стороны городской исполнительный комитет, профсоюзы и наниматели путем социального диалога решают наиболее значимые вопросы в сфере трудовых и социально-экономических отношений. Для обеспечения эффективного взаимодействия социальных партнеров в городе заключено и действует трехстороннее соглашение между Барановичским исполнительным комитетом, нанимателем и городским объединением профсоюза на 2019-2021 годы и 243 действующих коллективных договоров. Важный момент конференции – избрание председателя городского объединения профсоюзов. На очередной срок была рекомендована кандидатура Елены Соловей. Участники заседания поддержали ее единогласно. Елена Сергеевна Соловей находится на своем месте. За то время, не так долгое время, которое она возглавляет городское объединение профсоюзов Барановичского, она смогла сплотить, смогла организовать. И общие дела делаются. Я думаю, что жители города и вообще члены профсоюза и председатели первичных профсоюзных организаций, они видят работу, знают эту работу. Александр Мурашкин поблагодарил профсоюзных активистов за общественную работу, за неравнодушие к проблемам людей и заботу о них. Символ воинской чести, доблести и славы – вручение боевого знамени 2287-му отдельному радиотехническому батальону 8-й радиотехнической бригады, прошло 16 декабря. Традиция вручения знамен в торжественной обстановке всегда считалась не просто почетной, но и священной церемонией, требующей соблюдения соответствующего обязательного порядка его проведения. Так, мероприятие прошло под звуки военно-духового оркестра. Подробности в нашем сюжете. Боевое знамя вручено 2287-му отдельному радиотехническому батальону 8-й радиотехнической бригады. Священная церемония прошла на плацу. Под звуки военно-духового оркестра личный состав стоял в ожидании важного для них момента. На построении присутствовал начальник радиотехнических войск, начальник радиотехнического управления, войск командования ВВС и войск ПВО Владимир Ермолович. После проведения доклада знаменоносец и ассистенты приблизились к почетному гостю и развернули полотнище. Далее реликвия была официально передана командиру батальона. Я хочу напомнить, что боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Оно является напоминанием каждому военнослужащему о его священном долге в защите своей Родины, своего народа. Каждый должен его защищать в бою до последней капли крови, до конца своей жизни. Я уверен, что вы с гордостью будете внести высоко знамя. Вручение боевого знамени – это особый ритуал для каждого военнослужащего – от рядового до генерала. Получение реликвии – знаковое событие, ведь это основной атрибут, которым характеризуется любая воинская часть. Восьмая радиотехническая бригада ВВС и войск ПВО под полотнищем боевого знамени с изображением государственных символов Республики Беларусь продолжит свой исторический боевой путь по защите Отечества. Сегодня личный состав ежедневно несет боевое дежурство по охране воздушного пространства в пяти областях Беларуси. На вооружении части – современные и модернизированные образцы радиолокационных станций и автоматизированных систем управления, которые позволяют вести круглосуточную воздушную разведку. Лучшие представители студенческой молодежи бороли за звание студент года 10 декабря в Минске. Пять непростых испытаний определили самого лучшего среди десяти достойных кандидатур. Члены жюри присудили титул студент года Дарьи Павловской, представительницы Барановичского государственного университета. Чтобы стать победителем состязания студент года, мало иметь зачетку с самым высоким средним баллом. Здесь нужно продемонстрировать визитку, ораторское мастерство, интеллектуальные и творческие способности и защитить проект. Заключительный аккорд республиканского конкурса прошел в Минском городском дворце культуры. В результате трехчасовых баталий победа досталась четверокурсница факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета Дарьи Павловской. Кроме почетного титула, девушка получила тур по Европе и аудиосистему. Дарья признается, что несмотря на то, что лучших на сцене объединило соревнование, которое невозможно представить без конкуренции, ребята стали приятелями. Это не мудрено, ведь до начала главного шоу они провели вместе почти неделю. Между нами конкуренции даже и не было особо, и между участниками мы, наоборот, все сдружились, потому что за неделю до конкурса у нас была очень насыщенная программа, и мы помогали друг другу как только могли, и у нас было одно единственное условие, что мы все выступаем и получаем от этого удовольствие. Поэтому, чтобы какой-то там борьбы, там, я тебе порежу колготки, а ты мне порвешь платье, у нас ни такого не было. Мы все друг другу спокойно помогали, что-то советовали, поддерживали, обнимались, и меня сейчас даже до сих пор, я очень хорошо общаюсь с ребятами. Организатором конкурса с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования Беларуси. Состязания умников и умниц всегда стартуют в начале года и проходят во всех вузах страны. В этом году на титул претендовали 270 студентов из 44 учебных заведений. После 50 отборочных туров в финале осталось 10 ребят, которые выложились на все стол. Даша оказалась лучшей во всем. Несмотря на то, что конкурс остался позади, спереди у Дарьи много планов на будущее. На достигнутом девушка не собирается останавливаться и будет покорять все новые вершины. Главный план на данный момент – это сдать сессию и прийти в обычный нормальный режим, потому что сейчас у меня жизнь нон-стоп, и ты все ездишь, двигаешься, встречаешься с людьми, с прессой. И это еще так непривычно, что ты даже не осознаешь, что ты еще студент года республиканского уровня. Второе место в республиканском конкурсе у студента 4-го курса Гродненского государственного аграрного университета Артема Нестирука. Юноша также стал победителем в номинации «Студент года онлайн». Третье место у второкурсника Кирилла Громова из Белорусского государственного университета культуры и искусств. Хегель-ринг и мобильная робототехника – название, которое для многих взрослых в новинку, а дети от семи старше знают, о чем речь. В Бресте прошли областные соревнования «Робофест». Учащиеся объединения по интересам робототехника Дворца детского творчества стали призерами турнира. 21-й век немыслим без роботов. Они абсолютно везде – в космосе, военной промышленности, медицине, во всех отраслях производства, в образовании и даже просто в быту. В Бресте прошел шестой областной открытый турнир робототехники «Робофест». Участие в конкурсе приняли около 70 представителей учреждений образования из разных регионов области. Организаторы приложили максимум усилий, чтобы фестиваль стал незабываемым событием не только для его участников, но и для гостей. Соревнования прошли в категориях «Мобильной робототехники» и «Робототехники Лего» среди старших и младших возрастных групп. Сюда вошли кегелеринг, боулинг и траектория. Среди призеров – учащиеся объединения по интересам робототехника Дворца детского творчества нашего города. В Дворце детского творчества в этом кабинете мы с детьми занимаемся робототехникой. Подготавливаем их к развитию будущей профессии технического творчества. Также в качестве стимулирования и развития дальнейшего детей проводятся различные соревнования, как городского, так и областных уровней, на которых дети принимают активное участие. Вот как результат мы с областных соревнований привезли второе и третье место. То есть дети были настроены решительно, подготовились и привезли результат. Возродить престиж инженерных профессий, привить интерес к ним со школьной скамьи – ключевые задачи объединения по интересам. Робототехника – это площадка не только для учебной программы, но и игровой. Презентации, мастер-классы, интерактивные лекции сопровождают каждое занятие. Тихон Семин, несмотря на свой юный возраст, уже детально разбирается в строительстве сложных машин. С областных соревнований школьник привез серебро в номинации «Кегель-ринг». Цель робота – вытолкнуть кегли с ринга за минимальное время. Сначала мы строим постройки. Вставляем в них провода и дальние механизмы. Подключаем их к определенному блоку и запускаем. Если все правильно подключено и моторы правильно установлены, машина либо поедет, либо полетит. Иван Радаман занимается в объединении второй год. Школьник строит и программирует машины, танки и вертолеты. Для него это первое серьезное соревнование и сразу третье место в номинации «Траектория». В связи этого конкурса надо, чтобы я запрограммировала правильно робота, чтобы он проехал аккуратно и быстро по линии. Мой рекорд – это был 25 секунд и 9 десятых. Победители и призеры турнира награждены дипломами Главного управления по образованию Брестского облсполкома и ценными призами от спонсоров мероприятия. Создадим рождественскую сказку вместе. На Барановичском молочном комбинате дан старт республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество». Каждый ребенок ждет от праздника сюрпризов и подарков, но, к сожалению, не каждый может их получить. Марафон добра дает возможность помочь детям, которые в этом нуждаются. Подрите минуты радость, улыбки и яркие впечатления. Новый год и Рождество – удивительное время, наполненное волшебством и верой в чудеса, которые в эти зимние дни ждут все ребята. Да и у каждого взрослого где-то в душе живет надежда, что сказка есть. Для осуществления сокровенных детских желаний не обязательно ждать Деда Мороза, а можно и самим стать волшебником и сделать других счастливее, просто поделившись теплом собственных сердец. Именно так поступил коллектив Барановичского молочного комбината. Сегодня на предприятии стартовала республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Творить добро – это прекрасно. Давайте вместе дадим шанс поверить детям в чудеса. Именно под таким девизом стартовала республиканская благотворительная акция «Чудеса на Рождество» в трудовом коллективе Барановичского молочного комбината. Это наша не первая акция. Это традиция добрых дел, что является подтверждением того, что в нашем коллективе работают не только профессионалы своего дела, но и люди с открытым сердцем и доброй душой, которые умеют творить добро, вселять надежду в сказку и в чудеса. В рамках марафона добра в холле предприятия была установлена корова желаний. На красных варежках воспитанники городищенского дома-интерната написали заветные мечты под Новый год. Банные наборы, игрушки, конструкторы, наборы для рукоделия, сувениры, сладости и многое другое трудовой коллектив молочного комбината пообещал приобрести и передать Дедам Морозам ребятам. Не остались в стороне от акции воспитанники территориального центра социального обслуживания населения. В стенах предприятия они организовали традиционную выставку-ярмарку новогодних сувениров. Созданные с любовью они согреют душу холода. В преддверии Нового года в отделении дневного пребывания для инвалидов стало уже традиционным проведение благотворительной акции «Тепло наших сердец», в рамках которой мы посетили Барановический молочный комбинат с выставкой ярмарка и новогодних сувениров, изготовленных инвалидами-ремесленниками. Для наших ребят это отличная возможность расширить свои социальные контакты, показать свое творчество и, конечно же, возможность иметь дополнительный доход. Мероприятия акции «Чудеса на Рождество» пройдут во всех регионах страны и продлятся до 9 января 2020 года. Символ благотворительного проекта – красные рукавички. Они украсят более 500 праздничных программ для детей, которые в эти дни нуждаются во внимании и поддержке, а также для одиноких пожилых людей. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова